Продолжение следует... 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 сообществу, адвокатскому сообществу, потому что наша задача при отборе суда присяжных выбрать те кандидатуры, которые наиболее будут соответствовать нашей позиции, наиболее, скажем так, те, которые помогут нам добиться соответствующего решения. И при выборе кандидатуры присяжных заседателей и в целом участие в процессе, с участием суда присяжных заседателей, по нашему мнению, повлиять на мнение 8 человек будет проще, чем повлиять на мнение 12. Потому что, как бы, всегда, чем большая группа людей, как показывает психологически, есть психологическая справка. Психологи выступали по этому мнению и высказывали свое мнение по этому вопросу. И получается, что в этой большей группе людей всегда возникает множество различных мнений. Поэтому, с нашей точки зрения, это еще один плюс в части сокращения количества присяжных. И, безусловно, это экономия в учебных средств и сокращение расходов. Позвольте сослаться на некоторую статистику. По данным словам заместителя председателя Волгоградского областного суда Дмитрия Туренкова, стоимость одного дела с участием присяжных заседателей, только вознаграждение присяжных расходов по явке, составляет от 160 тысяч до 360 тысяч. На рассмотрение шести дел с участием присяжных данным судом было потрачено полтора миллиона. Поэтому, безусловно, расходы, которые оплачиваются экспертом, которые облачиваются присяжных, они будут снижены. В связи с чем, мы считаем, что сокращение численности присяжных, это своевременно, обусловлено и не влияет таким образом на качество управления правосудия, а является необходимой мерой. Спасибо. На самом деле, мы не против коллеги председателей в количестве шести человек, хотя наши команды против. На самом деле, для вынесения обвинительного вердикта нам достаточно семи человек, для вынесения оправдательного вердикта нам достаточно шесть человек. Поэтому, предлагая коллеги председателей в количестве шести человек в судах районного звена и восьми человек в судах областного звена, что мы предлагаем? Мы предлагаем, чтобы за вынесение обвинительного вердикта у нас проголосовало четыре человека в суде районного звена и пять человек в суде областного звена. Мне кажется, что это ничтожно малое количество присяжных заседателей, поскольку нигелировался сам смысл суда присяжных, где общество, в лице каждого социального слоя выражает свое отношение к предъявленным обвинениям. Именно оно говорит, что ты виновен. В качестве основного аргумента мы сюда закладываем возможность контроля и внешнего воздействия за коллеги присяжных заседателей. Несомненно, оказать давление на коллеги присяжных заседателей в количестве шести человек будет намного проще, нежели чем оказать давление на двенадцать человек. Это раз, да? Второй момент, что касается психологического воздействия и влияния мнения одного человека на всю коллеги присяжных заседателей. Ведь нужно понимать, что все люди у нас делятся на лидеров и подчиненных, на ведущих и на ведомых. И вероятность того, что в коллеги присяжных из двенадцати человек будет один ведущий, а один из ведомых намного ниже, нежели чем в коллеги из шести человек, где будет всегда один ведущий, а все остальные будут ведомыми. Таким образом, мы с вами получим единогласные вердикты за виновность, либо за невиновность лица в спешенном преступлении. Что касается еще, пожалуй, представителей разных социальных слоев населения. Все-таки суд присяжных — это суд общества, да? И чем больше представителей разных профессий, разных социальных групп, разных социальных общностей будут представлены в отдельные коллеги присяжных заседателей, тем будет справедливее вердикт. Ведь мы должны с вами понимать, что присяжные заседатели не обязаны мотивировать принятое решение, да? Они просто выносят на решение суда свой вердикт. Да, виновен, нет, не виновен. И вера присяжных заседателей в количестве 12 человек, она будет намного выше, нежели чем вердикт, поставленный присяжных заседателей в количестве 6 или 8 человек. Второй, на мой взгляд, важный аргумент — это множественность мнений. Как вы знаете, в совещании на помните происходит обсуждение многих-многих вопросов, да? В том числе обстоятельства, возращее наказывание, характеристики личности, смягчающие, отягчающие и так далее. И каждый присяжный заседатель, давая оценку тому или иному с собой, в итоге формирует итоговое решение, да? Чем больше будет мнений в совещательной комнате, тем более справедливый и законный вердикт мы получим в итоге. Опять же повторяю, что присяжные заседатели не обязаны мотивировать свой вердикт. А как мы с вами поймем, что вердикт, поставленный, ну, по сути, тремя или почти тремя присяжных заседателями, это продукт творчества коллективного, а не одного человека, к мнению которого в дальнейшем присоединились два или по три присяжных заседателя. И в этом есть определенный вид. И что касается некого вывода, да, мы должны сами понимать, что так или иначе присяжные – это судьи непрофессионалы. Это судьи, которые чаще всего имеют достаточно отдаленное отношение к юриспруденции, к праву в целом. И поэтому, чем больше в количестве будут представлены эти присяжные заседатели, тем, на мой взгляд, более справедливым и более адекватным будет вердикт. У меня все. Спасибо. Важно сказать свое мнение по поводу Кевал. Я немного не соглашусь с коллегой, с которой я позволю себе не согласиться. Кевалами, как вы нам известно, называли народных заседателей, которые выносили, обсуждали решение и, соответственно, выносили вердикт совместно с судьей. Поэтому они, как мне представляется, принимали решение не самостоятельно, а оборачиваясь на мнение и позицию судьи, который впоследствии и отвечал за вынесенное решение. Ведь народные заседатели не отвечали, а суд отвечал за принятое им решение. В нашем же случае, да, присяжные, как вот коллега говорит абсолютно верно, они сами выносят вердикт и сами решают судьбу человека. Но я хотела бы тоже здесь сказать, что я полагаю, вне зависимости от количества 12 присяжных или 8 присяжных, они берут на себя ответственность за вынесение вердикта, обвинительный он будет или оправдательный, и не менее ответственно будут подходить к решению этого вопроса в совещательном локате. Уважаемые шлины Живи, уважаемые коллеги, уже присутствующие, я настаиваю на том, что в данном случае число имеет значение. И не потому, что число 12 уже 700 лет определяет число присяжных коллег и присяжных садов. И не потому, что оно имело сакральный смысл изначально, как 12 апостолов, 12 колен израильников. Оно имеет в том числе и значение, что мы живем по этим часам, где 12 часов 12 месяцев. Смысл все-таки в эффективности и в возможности установить истину. Потому что чем больше людей принимают участие в решении того важнейшего вопроса, об установлении вопроса виновности, невиновности человека, своего согражданина, живущего рядом с ним, дающего им право сказать, ты пойдешь виновным из этого суда или останешься под стражей, именно это число имеет существенное значение. Я повторюсь, что мы настаиваем на необходимости учета в палитре мнений. Отбор присяжных позволяет получить в коллегии присяжных садателей число людей, отражающих разные социальные группы, возраста, полулюзий. И чем больше будет этих мнений, тем больше на самом будет оценка с разных сторон. Во-вторых, немаловажные факты оказания влияния. На самом деле, возможно найти подход к одному, трех людям. Не только стороне защиты, все-таки давайте понимать, что и сторона обвинения, имея большие возможности и возможности оценки личности присяжных, тоже иногда проводит оперативное сопровождение в процессе с присяжными заседателями. Это и вопрос того, что эффективность обсуждения в группе, что это оказывается в психологии и в науке управления, она тоже связана с некоторым числом. То есть за каким-то минимумом начинаются как раз-таки эффективные обсуждения, где все позиции участвуются и нет конформистного. Что касается докладов уважаемых коллег, которые, несомненно, основаны на той записке пояснительной, которая шла к этому законопроекту, это время и деньги. Ну, не скажу нового, что юстиция не должна быть дешевой, что очень дорого обходятся ошибки дешевой юстиции. И мне непонятно эти суммы, которые пытается выгадать наше государство. Ведь если посчитать количество дел с присяжными за год, примерно 350, их число увеличится с новыми вариантами подсумности, и мы увидим большее число людей. Да, это одна-вторая оклада судей за день. Мы посчитаем это, ну, 150 миллионов рублей в год. Я знаю, где найти эти деньги, уважаемые члены жюри, уважаемые члены команды. Ну, да, если бы наши депутаты согласились подумать, а не зря ли компенсация, которую они себе предугадали на будущий период, в 700 миллионов рублей, в данный момент будет потрачено, 5 лет присяжных, где 12 человек, нам обеспечены спокойно, да, в то есть в этом смысле. Время. Второй аргумент. Уважаемые члены жюри, мы понимаем, что формирование коллегии это существенная часть процесса и уголовного судопроизводства, но это всего лишь предварительное слушание. Сам процесс, по сравнению с этим, очень долго. Пусть это будет более эффективный процесс, пусть это будет направление данных, чтобы не возвращались. Пусть это будет, как вчера мы слышали, административная ответственность за неявку и за неисполнение своего долга. И тогда мы получим подешедших людей 150 человек, из которых можно будет отбрать 12 человек. Организационные, технические трудности, это решается. Новая технология информационная позволяет не сделать, но ни в таком ключе. Уважаемые коллеги, уважаемые члены жюри, вас 12, как я обратил внимание. Я считаю, что это число имеет значение. Давайте не будем нашу дешевую инвестицию делать еще больше дешевых. Представитель региона, в котором в основном из первых заработал институт присяжных, используя богатую практику Алтайского городского суда при рассмотрении таких дел, личное участие в таких делах, наша команда выступает за усечение состава коллеги-присяжных заседателей по следующим основаниям. Условно можно выделить три группы причин, по которым необходимо сократить количество присяжных в составе присяжных заседателей. Первое – это организационные. В настоящее время существует сложность при формировании коллегий. Это связано с недостаточным количеством кандидатов для отбора. Граждане не особо охотно соглашаются участвовать в качестве присяжных заседателей. И причина этому манта – и нежелание тратить свое время, и нежелание нести ответственность за вертеки и судьбу подсудимого. Все эти причины приводят к тому, что сроки рассмотрения дела сокращаются. Поэтому усечение состава коллегий-присяжных заседателей позволит упростить и ускорить процедуру формирования коллегии-присяжных заседателей, тем самым обеспечить реальную возможность для применения данного института на практике. Следующая группа причин – это социально-психологические исследования показывают, что наиболее эффективна маленькая группа при принятии решения. Коллегия же из 12 человек, она менее эффективна и затрачивает больше времени на принятие решения. Также длительность процесса, она оказывает негативное влияние на процесс усвоения информации присяжными заседателями. Много обстоятельств дела забывается, утрачивается их значимость. Присяжным сложно в голове длительное время удерживать огромный поток информации. Также снижается сама эффективность суда присяжных, поскольку присяжным тяжело долгое время не общаться с лицами, которые не входят в состав суда. И также не получать информацию, сведения из источников несудебного заседания, особенно по резонансным делам. Поэтому наша команда полагает, что сокращение количества присяжных в суде присяжных позволит оказать положительные последствия с точки зрения психологии принятия решения по уголовному делу. И безусловно, это экономические причины, поскольку процесс участия присяжных заседателей требует огромных значительных раскрат из федерального бюджета. За счет бюджетных средств высылается огромное количество приглашений, возмещаются командировочные расходы присяжных. Их вознаграждение, например, в Алтайском крае, вознаграждение составляет от 300 до 500 рублей. И если сроки рассмотрения дела затягиваются, то, безусловно, накапливается большая сумма. Например, в Алтайском крае стоимость одного дела с участием присяжных заседаний составляет от 160 до 360 тысяч рублей. Поэтому полагаю, что усечение состава коллегии присяжных позволит значительно сэкономить бюджетные средства. И, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что усечение состава коллегии присяжных позволит выделить положительные последствия по многим направлениям – социально-психологическим, экономическим, организационным. И это позволит в конечном итоге, что, я полагаю, наиболее ценно, наиболее эффективно адвокату использовать институт суда присяжных на практике. В целях защиты права и права. Наши господицы, уважаемые участники, уважаемые господицы. 3 декабря 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на росте, в общем, на послании, огласил такую позицию о том, что необходимо расширить расширенный состав выступлений, который в праве рассматривает писарный заседатель, при этом необходимо сократить число писарных заседателей. Данная инициатива, надеюсь, об этом участвует, она в части расширения состава выступлений нашла почти единогласно поддержку университетического сообщества, мы действительно, все мы знаем, что средний процент продательных договоров с диагностями является 20 процентов, это является показателем общей мировой, то есть, в основном, считается нормальным, когда 20 процентов продательных. Когда у нас дела рассматриваются профессиональными судьями, на процентах продательных договоров менее 1,5 процента. Поэтому, действительно, расширение полномочий судов писарный, он является положительным в части сокращения числа писарных заседателей. Здесь поделилось юридическое сообщество на две противоположные группы, и в данном выступлении мы постараемся посмотреть у виду зрения, сделать определенные обоснованные выводы в вопросе сокращения числа писарных заседателей и доказать, что данная инициатива ведет, как мы знаем, в данном института писарных заседателей Российской Федерации. Вообще, у нас в Российской Федерации суд писарных заседателей возник в реформе Александра II в 1862-1864 годах. Мы переняли опыт европейских стран, Америки, и в царские времена у нас началось становление. После принятия декрета о суде номер один в 1917 году царские суды были указаны на смену суду писарных и пришли на родные заседатели. Поднимая на готовность данного выступления, анализированы как выступления, воспоминания людей о суде писарных. Многие по дорогам говорили, что какой толк суда присаживания сидят, бракевал по обе стороны судьи, своего мнения не имеют. Действительно, в тот период времени большинство людей, которые участвовали при рассмотрении данных дел, которые были простые рабочие, которые не имели определенных познаний, и судья как институт, институт в госорганах, он оказывал на них очень большое влияние. То есть, действительно, они не имели в большинстве случаев своего мнения, и все сводилось к простому формализу. А в настоящий момент, ну, то есть, нет, хотя некоторые профессиональные заседатели, да, воспоминания многих судей, они, ну, очень историко отставили свою позицию, но таких людей, в большинстве отбросов, их мало. Ну, и после, где-то, в 1993-1994 году, начательных единицах, встало вопрос о том, что все-таки нам необходимо вернуться к полонзенному составу суда присаживания, где они были введены, как уже сказала она, коллега Алтась, в Ростандартском, Ставропольском, в краях Углановской области, Углановская, Московская, Ростовская, Рязанская, Заратовская, Углановская, в краях Углановской области. Одному показал свою положительность, что именно 12 человек могут полноценно рассматривать. В интернете во многих соц.етях, скажем, идет одно обсуждение, как уже, наверное, Валерия сказала, что даже наш прокурор ссылается на то, что это очень дорого, и то, что тяжело собирать коллегии, юридическое сообщество, я с ним целиком согласен, что никакого обоснования на юридизны, по крайней мере, мы не нашли. То есть обосновать, что это будет реально дешевле, никто не может. По поводу трудности соц.л.а, также я поддерживаю позицию своих коллег, в счастье того, что необходимо ввести институтную ответственность за неявку, которая положительная неявка, в основном кандидата прислаживает и тем самым стимулирует их являться. При сокращении проявляется научная работа психолога. При сокращении группы данные показатели уже очень резко падают. Поэтому считаем, что при сокращении числа, скажем, заседателей, будет неэффективно и последоваться к возврату с февралом. Мы должны получать в числе 100 человек, которые были в итоге. В нашем дискуссии это дело в России следующее. Несомненно, суд присяжных является действием механизма защиты права свобод человека. Наивысшее успех и наивысшее форма — это судопроизводство. Он позволяет оградить личность от явоснованного обвинения. Однако на сегодняшний день фактическим участком 50-х и председателей рассматривается около 600 уроков в отделе, чем входит в России. по отношению к тысячам, что очень мало. Мы полагаем, что усеченный состав усяжных председателей позволит расширить сферу применения у каждого института, что позволит наиболее эффективным образом обеспечивать защиту интересов личности. Как показывает мировой опыт, усеченный состав коллег и усяжных может эффективно работать. Например, в Афранции, в Испании коллег и усяжных состоят из 8 человек. Мы полагаем, что не имеют принципиального значения строительства коллег и усяжных коллег. Самым важным для нас будет возможность реального формирования состава коллег и усяжных. Создание идеальной модели только лишь на бумаге, без возможности предварить ее в жизнь, оно абсолютно бессмысленно. В то время как действие механизма применения коллег и усяжных, он позволяет для более эффективно, как мы уже говорили, завершать права своего доверителя. Относительно доводов, которые были озвучены нашими коллегами, хотелось бы отметить, что мы полагаем некорректным применением терминов, похорон, суда, усяжных. Наоборот, нововведение позволит расширить сферу применения указанного института, в том числе и за счет экономии бюджетных средств. Мы полагаем, что нет необходимости проводить какие-то сложные расчеты, содержать экономические коллеги из 12 присяжных, более заплатные, чем коллеги из 7 присяжных. И за счет этой экономии мы можем расширить сферу применения указанного института. Кроме того, хотелось бы ответить, что нами не предлагалось вводить административные штрафы за неучастие присяжных заседателей по вызову, так как мы полагаем, что это находит и создаст негативное отношение к самому институту здраво. Здесь нет идентичных путем формирования гражданской позиции в населении. И это в том числе возможно при формировании более маленьких коллег-присяжных, когда их будет проще смотреть. И люди туда будут действительно приходить, чтобы работать. Что касается психологических исследований, на которые ссылался докладчик, мы полагаем, что также существуют и другие исследования, которые как раз таки говорят о том, что маленькая группа наиболее эффективна в принятии решений. Мы полагаем, что именно в такой группе индивидуальная ответственность каждого члена коллегии за принятие решений, она максимальна, что является очень важным при защите и при этом для людей. Спасибо. Спасибо. Уважаем коллегу. Наша позиция сводится к тому, что мы полагаем, что те цели, которые преследовал дан проект, фактически можно сказать, что это уже проект, так как 7 июня в третьем чтении вот эти подправки президентские были приняты, то есть можно сказать, что фактически это уже закон. То есть те цели, которые указаны в этом законопроекте, а именно в предупреждении демократических основ, в данном случае реализоваться повышение открытости в правосудии и демократических судов, даже в данном случае они достигнуты не будут. Допыты совоходительные в случае сокращения количества, то есть архитекты соседей, они в данном случае достигнуты не будут, так как в судах, в сторонах обвинениях будут больше возможностей, но они будут модифицировать, но и другим образом воздействовать на малую группу. В связи с чем, ну, если искать 10, в дальнейшем данный институт будет в том виде, в котором он сейчас, в укороченном составе. В данном случае это в дальнейшем вызовет разочарование внушения. То есть фактически формально будет соблюдена видимость того, что действительно народ получил путь правосудия, но с течением времени, с учетом того, что малая группа на ней можно отказать давление, и это все будет невидиматься. И с чем только негативные эффекты от этого. Ну, нельзя рассматривать только вот этот вопрос в уменьшении количества без относительности к другим поправкам, которые мы находим в законопроекте, то есть они идут в совместность. Вместе с тем, права стороне, не только в стороне за счет, а и в стороне обвинения, при выборе присяжных заседателях в том проекте, в котором мы приняли все решения, они будут существенно ограничены. То есть если ранее поправки были вписаны, то есть у них возбуждены только какие-то ранние стороны могли бы и снять фактически любые обстоятельства, которые, по их мнению, свидетельствуют о препятствии лица участников данного существования. То есть если мы можем задавать вопросы, которые связаны с лицами обстоятельств, препятствующим к участию лица данного существования, то есть мы можем пробовать смысл. У вас есть какие-то препятствия для этого? Нет. Дальнейшую тему мы разговаривать не можем. С учетом уменьшения количества, с учетом уменьшения прав сторон на выбор, вы, пожалуйста, посвященникам, академики. Я считаю, что данный вид на этот проект, конечно, вы знаете, очень очень разочаровательный. Спасибо большое. Тема у нас усеченна в составе представителей Божества правосудия. Хотелось бы отметить, что данная тема очень актуальна на сегодняшний день, потому что принесен только на проект Государственной Думы. На сегодняшний день 7 июня 2016 года был принят в третьем чтении Государственной Думы, так и направлено на Совет Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации для принятия законов. Хотелось бы отметить, что выяснительные записки в судном проекте, приложенные президентом, обозначены две цели. Развитие и укрепление демократических основ уголовного судопроизводства и повышение открытого правосудия для деления общественных судей. Хотелось бы отметить, что изменения касаются именно численного состава присяжных, то есть согласных судов, при равном их число присяжных с 12 уменьшается на 8, а также вводится в районные суды число присяжных 6. Мы считаем, что это является объективным и оправданным, поскольку меньшее количество не будет в достаточной мере обеспечить народных представительств в коллегии присяжных, ну и также большее количество. В соответствии с нашим действующим уголовно-функциональным кодексом Российской Федерации, если количество выборших присяжных заседателей превышает количество запасных, то состоявшееся судебное разбирательство признается недействительным. На сегодняшний момент в связи с сокращением числа присяжных заседателей в составе коллегии упростит процедуру их отбора, а также из большого числа кандидатов присяжных заседателей или из общего числа и из запасного списка, ну и сократит, конечно же, сроки разбирательства в суде и также финансовые затраты. Хотела бы на примере статистику о том, что почему именно усеченный состав. Если взять наш город приемных, то у нас численность именно города 621 514 человек. Если взять из них число в возрасте до 25 лет, то это составляет 12,5%. Если взять жителей, которым старше 65 лет, то это 39%. Складываем, у нас получается 51% с половиной тех же людей, которые не могут участвовать в качестве в суде присяжных. Сюда же не входит, так как нет статистики о том, осужденных, являющихся недееспособными, находящихся в наркологических или психологических диспансерах. Также хотелось бы отметить нашу статистику о том, что именно согласно следствия судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, что за 2014-2015 год число лиц оправданных судом присяжных составляет 15%. Также хотелось бы отметить, что развитие института присяжных поднимет уровень доверия граждан к судам, непосредственное участие граждан в существовании правосудия должно будет совершенствовать правовую культуру, формировать права, ответственность и понимать смысл и значение принимаемого решения. Профессия Победа. Мы полагаем, что усеченный состав присяжных ведет к снижению числа мнения представителей народа. Это, безусловно, вызовет большее количество судебных ошибок. Чем меньше человек в коллегии, тем выше риск вынесения несправедливого приговора. 12 человек представляет возможность представить и высказать мнения разным слоям общества и привлечь к обсуждению разные мнения людей, которые занимают разные слои общества и с разнообразным жизненным опытом. Второй наш тезис – подтверждение позиции против усеченного состава присяжных – это оказание возможного влияния на них со стороны участников уголовного судопроизводства. Мы также не исключаем, что может увеличиться вероятность коррупционного влияния на народных вершителей правосудия. И в связи с этим возможно сокращение и так многочисленных оправданных договоров, которые есть у нас на сегодняшний день. Так присяжные могут вернуться к так называемым кивавам, от которых мы ушли в советское время. Поэтому присяжные могут оказаться под компаком тех лиц, которые могут оказывать на них влияние. И говорить о независимости присяжных в данном случае невозможно. Третий тезис – это усеченность состава присяжных отрицательным образом может сложиться на демократических взаимствах нашего общества. Единственным источником власти в Российской Федерации является, безусловно, этой предусмотренной конституцией наш народ. И поэтому 12 присяжных делают суд более народным. Чем больше коллеги, тем ближе ее вердикт в мнении общества. Кроме того, необходимо учитывать зарубежные опыты. Потому что, проанализировав зарубежный опыт, большинство стран все-таки придерживаются 12 присяжных заседателей. По нашему мнению, также 12 человек – это не случайный выбор. Потому что исходить из исторических источников в Англии, в Средневековье было не случайное число. Потому что, когда человека подозревали в совершении преступления, ему предлагали предоставить 12 людей, которые клятвенно подтвердят его невиновность. И при Ярославе Мудром было то же самое – 12 мужей вершины правосудия. Спасибо. Уважаемые ученики, уважаемые коллеги, я полностью поддерживаю эту позицию, которую мы взяли, которую озвучила Мария Александровна. Что я хочу сказать. Суд присяжных – это самая демократичная форма проблемных судового производства. И мы, как защитники, естественно, заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество взял рассматривалось именно в том, что участие присяжных заседателей. Усеченный состав присяжных заседателей. Мы считаем, что это же столь правосудия, поскольку мы сможем распространить этот институт на большее количество дел, то есть большее количество дел будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Я хотела несколько иначе построить свое выступление, но с учетом того, что было сказано, с учетом ответа на вопрос, немножко изменю вот свои речи и скажу вот о чем. Я представитель российской глубины, то есть я осуществляю свою деятельность. Потом из района области. И на что хочу обратить внимание? Сформировать коллеги из 12 присяжных заседателей на уровне района государства будет крайне сложно. А наши подзащитники тоже хотят в эту систему подплатить, и тоже хотят, чтобы их дела рассматривались с участием присяжных заседателей. На что хочу обратить ваше внимание? На то, что сформировать... Просто приведу вам такие данные. У нас в районе проживает 21 тысяча человек. Из них сразу 13 тысяч примерно отсекают, потому что они не попадают в нас по возрасту, не могут участвовать, отправлять на вас в этой присяжных заседательной. Также у нас в это число не попадут лица с судимостью, состоящие в учете диспансеров, юристы госслужащие, а также те, кто не может быть участником процесса. В общем, выбор будет невелик. Поэтому усеченный состав государства поседательства будет наиболее целесообразным поведением в нашу деятельную систему. Какие еще позитивные моменты? Мария Александровна озвучила статистические данные. Статистические данные эти собирались не просто взяты, а они были из интернета, а они действительно проверялись. То есть, мы старались обратиться к первоисточникам, обращались к первоисточникам. Что хочу сказать? Усеченный состав присяжных заседателей все-таки экономит бюджет. Он сократит срок формирования коллегий и количество попыток, с которыми будет сформирована коллегия присяжных заседателей. Усеченный состав присяжных заседателей обеспечит представительство граждан в направлении правосудия, потому что больше дел будет рассматривать с учащимися армии седателями. Придение этого института дает возможность большему числу адвокатов поврести профессионально. И самое главное, уважаемые участники, привет! Я за то, что заканчиваю. Самое главное, даст надежду людям, обвиняемым в совершении тяжких, особо тяжких преступлений, надежду быть обратным. Спасибо. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Уважаемые жюри, коллеги! Я с огромным интересом и удовольствием послушал позицию наших оппонентов и, к сожалению, я ее не разделяю. Я полагаю, что все же введение усеченного состава всяких заседателей самым негативным образом сыграет на нашей студентской системе. Мне бы хотелось обратиться к залу и спросить, уважаемые коллеги, если бы не дай Бог в отношении вас было уголовное дело, то кому бы вы доверили к слушанию вашего уголовного дела? Шести или двенадцати человек? Я прошу поднять, кто доверил до шести человек. А кто двенадцати? Да вы начните сюда. Подавляющее большинство в зале, они поддержали антезис, о котором мы говорим, который мы защищаем, что все-таки общество доверит слушанию своего уголовного дела присяжных в большем количестве. Мы также при подготовке к двенадцатичным дебатам провели опрос среди наших адвокатов, когда мы спросили о том, что как вы бы вообще относитесь к этой инициативе. Конечно, большинство поддержало. Но когда мы поставили вопрос о том, сколько человек должно быть в суде присяжных, то все как один сказали о том, что это должно быть не менее двенадцати человек. То же самое мы спросили на нашей страничке в фейсбуке о обычных людей, не у адвокатов, они также сказали о том, что должно быть максимально возможное число слушателей. Поэтому если анализировать то, о чем мы здесь говорим, то фактически народ верит народу, то есть народ верит большинству. Уверенны, вместе с тем хочется привести старинную русскую пословицу, которая будет кстати в моем выступлении, что это то, что количеством взял до качества не смял. Если будет виден суд присяжных в высеченном составе, мы полагаем, что это сыграет самым эффективным образом. Почему? Потому что, допустим, если суды присяжных будут рассматриваться в городах, то присяжным заседаниям фактически нет дела до тех людей, которые они будут судить. А если уголовное дело будет рассматриваться, допустим, в глубинке, то вполне возможно, что присяжные заседания превратятся либо в орудия мести для неугодного их человека, либо наоборот орудия для того, чтобы оправдать того человека, который им нужен. Поэтому, фактически, мы разделяем, фактически не разделяем эту позицию, которую сказали наши оппоненты. 7 июня сего года накануне нашего Конгресса, Государственная Дума приняла президентский пакет по правам, который приводит присяжных в районные суды. И в этом немалая заслуга адвокатуры. Я очень рад, что в глаз адвокатского братства был услышан, что мы можем отправлять правосудие за временем и сможем отправить правосудие в районные суда. Потому что суды присяжных — это торжество правосудия, ПИП правосудия, Айбепри правосудия, если хотите. Вернемся ли мы к Иванову? Я не думаю. И этому свидетельствует, с одной стороны, уголовно-процессуальный закон, который разделяет коллеги присяжных заседателей и профессионального судью, как мы все знаем, что приговор суда постановляется только на основании вердикта коллеги присяжных. И, с другой стороны, очень важное основание, на наш взгляд, заключается в том, что присяжные не связаны кулуарным мнением председателя суда. Кулуарным мнением государственного обвинителя. Вообще, наше мнение сходится к тому, что правоохранительная система испытывает страх перед судом присяжных. Потому что гораздо проще скопировать из обвинительного заключения текст и включить его в обвинительный приговор с теми же грамматическими и пунктурационными ошибками. Полагаю, что это недопустимо. Кто-то скажет, что суд присяжных – это очень дорогое удовольствие. Но я отвечу. Разве можем мы распоряжаться судьбами людей, которые были вовлечены в правоохранительную мясорубку? Нет. Поэтому наша команда выступает за суд присяжных. Независимо от полной или усеченной формы. Спасибо. Моральный суда. В реформированном институте присяжных заседателей фактически происходит утурбация системы и неизбежно. Отправление в суде, вследствие чего неизбежно снижает эффективность участия профессиональных участников судопроизводства. Особо следует отметить, конечно же, недопустимость участия профессионального судебни при решении вопросов коллеги и кисляжа и относительных предметов. Это связано, в первую очередь, с психологией откровенных граждан, на которых мы не смогли украсывать влияние авторитет профессионального судьи. Сделанный проект умышленным или неумышленным это произойдет неизбежно. Более того, реформирование обоснованного еще теми вопросами как уменьшение затрат бюджетов на отправление этого судья. но следует отметить что большее количество субботных дел, рассматриваемых в больного, будет вовлечено отправление правосудия к здравственному и категор будет происходить уже в делах каждого суда. Сам по себе институт, связанный с поселением к этому субботных дел, происходит на фоне традиций обвинительного уклона нашей судебной системы и желанием объявляемых привлечь к этому целосту независимых участников суда производства. Однако в действительности все произойдет наоборот. Продолжение следует... 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 но наша задача для участников была проанализировать речь обеих сторон. Я постараюсь буквально не в нескольких разах об этом сказать. Ну, коллегу Поле Фильфо, конечно же, коллегу полнополосу, тем не менее, на мой взгляд, он достойно представил позицию, поскольку он выступал достаточно эмоционально, аргументированно, и в своей речи он и констатировал факт о том, что закон не шерпли. То есть законопроект, он уже прошел в третье сечение, мы должны следить уже из того, что есть. Нам не надо говорить о том, что было бы, это первое. Во-вторых, он немножечко привел теорию суда присяжных, говоря о том, кто такие кипалки. То есть в данной ситуации у нас не французская система, у нас судья-профессионал не обойдет в талифию суда присяжных, соответственно, мы возникли в ситуацию убеждений профессионалам непрофессиональным судам. Ну, буквально пару раз опять-таки ограничусь отношения наших оппонентов. Я вот поблагодарю за участие, уважаемые коллеги. Единственное, хотелось бы, наверное, отметить то, что, на мой взгляд, когда вы говорите о том, что что-то будет наоборот, аргументируйте, привозите свой пример. И, повторите, говоря о психологическом воздействии, о том, что пусть и члены составы как-то не так увеличены, как и составы этого больше, опять-таки, сошлитесь на статистику, на исследование. Ну, и поддержание нашей позиции, о том, что мы взяли, чтобы суд присяжных, мы даже ущечены в виде сушникового. Хотелось бы сказать, что, так можно ли, большее количество судимых получило бы возможность принять участие и получить праведливый суд? Чтобы у нас все меньше было таких судов, как был в Викторе Викторе Викторе, когда глухой судья судил глухого Квазимона и раздражался из-за того, что Квазимона что-то как будто бы делает, а он не слышит судья, и поэтому он думал, что Квазимона что-то такое говорит, и в публике смеется. Так не должно быть, и у нас судья, судья профессионал, приходя в процессе, он зачастую бы расстрашен. Он переносит на подсудимого свои какие-то негативные восприятия мира, очень многие судьи профессионалы говорят, что это, что это, что это, что это, а вот коллегия суда присяжных, она все-таки избавлена от этого, от этой зашоренности, и деятельность присяжных седаний, плюс даже в увеченном составе, это деятельность свободного гражданина и справедливого человека. Спасибо. Продолжаемые дамы и господа, выслушав позицию нашего компонента, в первую очередь хочется отметить то, что позиция, в общем, в целом направлена на теоретическую часть. И в действительности теория это одно, а также, к сожалению, наша страна дина. И непосредственно саммит «Чивал» для российского общества, это немножко практика была особенно восприняна во времена СМС, когда народные заседатели в основе своей, по сути, спали. И хотелось бы сдвинуться к историю, историю развития суда присяжных в России. Когда в 1864 году генерал Александр II ввел в суд присяжных, он говорил о том, что подворить в России суд скорый, праведный, милостивый, равный для всех подданных в нашем мире. Это то, к чему стремилось, в том числе, в сути своего расцвета. И это правильное направление, правильная позиция. За хереню свет в союзе, в очереди данную цитату, он не смог в должной мере пробовать жизнь, соответственно, сам смысл суда присяжных. Усеченный состав, куда присяжных, будет внести в себе классическую проблему психологическую малость, в отличие от неусеченного состава. Эта проблема, безусловно, будет касаться также и того момента, который задел мой коллега. Того момента, который задел мой коллега, это нравственный противовес объединительному углу. То есть, непосредственно, суд присяжных для этого и взывается, для того, чтобы он мог на основании своего многогранного опыта, на основании одной элементарной формы, руководствуясь личными принципами, справедливо вносить твердых. Однако, когда группа суда присяжных высечена, они сталкиваются с проблемой выбора. Проблема того, что недостаточное количество опыта включается в реализацию судьбы подсудимого. Таким образом, зачастую, в малых группах, люди обращают внимание на виды профессионального человека, кто имеет итогов, соответственно, введение дел, решения судьбы. И, конечно же, возложить ответственность стойных всегда проще, нежели принимать личную ответственность. Исторически сложилось так, что 12 человек, это идеальное количество, поэтому мы можем за то, чтобы пожинать плоды истории, принимать ошибки и более их не допускать.